Ты никогда не пересечешь океан, если не наберешься смелости потерять из виду берег. Христофор Коломб. Здесь так пусто, что, мне кажется, первое, что мы должны будем сделать, это найти лагерь выживших. Реально, как будто все когда-то уехали. Как будто все до них никогда не приезжало. Hola chicos y chicas, hombres y mujeres – это «Орел-решка». Фух. Друзья, мы прилетели в Мексику. Алина, ты знаешь, ты молодец, на самом деле, что ты учишь фразы. Потому что здесь очень мало кто говорит на английском, и тебе действительно потребуется искать общий язык. Да, и для этого я… Не факт, что они знают эти слова, которые ты выучила, но… Я выучила очень важную и нужную мне фразу. Ого, что же это значит? Похоже на какое-то животное. Это значит «золотая карта», и она понадобится мне везде, да? Подготовилась. Орел. La tarjeta de oro. Это, я так понимаю, орешка. Именно так. Хорошо. La tarjeta de oro. La tarjeta de oro. Наконец-то. Надо быть понаглее. Надо просто заклинать эту монетку. Я столько испанского не слышал с тех пор, как моя бабушка смотрела сериалы. Все, отдаю тебе, дорогой. Мы, конечно, с тобой провели очень хорошо время. Давай, пожалуйста, на тебе золотую карту. На. Я думала, что это уже не случилось. Что это такое? Ладно, золотая карта. Наконец-то, я уже забыла, как ты выглядишь, карта. Ну вот же, вот же, все сошлось. Все. Берег Майя – это 140 километров индейских легенд. Головокружительных красот Карибского моря. И увлекательного отдыха. Ну что, золотая карта в кармане. Начинаю шиковать! Ола. I need best, best, best of the best car. То есть я могу сама выбрать на парковке? Хорошо. Так даже лучше. Да, выбери. Не, ну большая, но у меня золотая карта. Могу позволить себе еще поискать. Кто это у нас тут такой зелененький маленький хорошенький? Нет, ну нет. Я могу таким багажником где-то не заметить и пальму. Ой, он, кажется, маленький. Хе-хе, ничего не вижу. Хе-хе. Нет, точно нам не подходит. Ну нет. Ну, мне нужно что-то женственней. Где все машины? Вот эти вот Мазерати. Где вот это все? Почему, когда у меня золотая карта, все это пропадает, исчезает куда-то? Несправедливость какая-то. Ознакомившись со всем ассортиментом данного рентала, я пришла к выводу. Либо здесь очень плохие дороги от этого машины такие практичные, либо совершенно нет понтов, поэтому машины такие простые. Мой выбор пал на синенькую. Ну хотя бы цвет интересный. Ниссан Икс Трейл. Тачка вот-вот сошла с конвейера. Оттого и блестит, как новая копейка. Но главный козырь от полированного красавца – пробег. Всего 4800 километров. Да это вообще свежак. В общем, для этого уикенда в самый раз. Слушайте, нет смысла брать ни такси, ни автобус, ничего подобного. Потому что отсюда до центра города три километра, до набережной четыре с половиной километра. А что такое четыре с половиной километра? Это раз-два, ну хорошо, пару тысяч раз по раз-два и все, я на месте. Отличная утренняя прогулка. Ну подумаешь, каких-то 40 минут пути. Вообще без напряга. Зато пока идешь, уже сразу знакомишься с Четумалем – одним из самых больших городов на береге Майя. Пока ощущения неоднозначные, скажу так. Пару кустиков, пальма вот одна. Я не совсем понимаю, я уже в черте города или нет. Вот так если абстрагироваться и забыть, что мы в Мексике, как будто бы в наших краях еду к бабушке за город, деревню. В конце концов, у меня есть Ла Тархете де Уро. Я думаю, что все уже выучили название золотой карты. Потому что благодаря ней я могу куда-то улететь, уплыть в место повеселее, чем этот маленький городок. Ой, да пожалуйста, можешь ехать куда твоей Ла Тархете будет угодно. Четумаль я беру на себя. По факту, этот мексиканский городишко был основан чуть больше сотни лет назад. И за это время его дважды разрушали мощный ураган. Поэтому все, что сейчас из себя представляет Четумаль – это кварталы низких домиков, построенных заново на скорую руку. Главной достопримечательности – это уцелевший обелиск с именами национальных героев. Отреставрированный рыбацкий фонтан. И современная галерея – мега эскультура. Но туристы приезжают в Четумаль, чтобы посмотреть совсем другое. Задолго до официального основания города эти земли населяла древняя цивилизация майя. Только представьте, полторы тысячи лет назад у них уже была система водопровода, счета, письменность и даже один из самых точных календарей. Но самое интересное – вопреки распространенному мнению, индейцы майя не были полностью истреблены. Именно на территории современного Четумаля они смогли дать отпор колонизаторам. Поэтому в этом городе до сих пор живут потомки настоящих майя. Этот памятник называется «Полегче колонизатор и полегче». А вот пляжей в Четумале нет. Что это за ужас вообще? Вдоль всей набережной в воде что-то такое плавает. Внешне отнюдь не аппетитное. Купаться здесь невозможно. Я думаю, что долго задерживаться не буду и поеду смотреть окрестности. Ну что ж, пора детальнее рассказать про берег Майя. Это 140-километровый отрезок суши, который омывается Карибским морем. Именно здесь находится мезоамериканский риф – один из самых больших в мире. Он такой длинный, что протянулся сразу вдоль четырех государств. А изюминка этого рифа – уникальная голубая дыра. Но увидеть ее можно только с территории соседнего государства Белиза. Быть рядом и не посетить это чудо света – грех. Поэтому я приехала на границу Мексики с Белизом. Но тут меня ждало одно небольшое препятствие. На четырех лапах и по кличке Марина. Впервые я вижу такой таможенный досмотр. Сейчас, значит, все люди положили посередине дороги по просьбе служащих свои вещи, рюкзаки, маленькие сумочки. И собака исследует, значит, каждую сумочку и карман. Аплодирует собаке! Класс! Но не одним рифом красив берег Майя. Здесь есть еще одна знаменитая достопримечательность – лагуна Бакалар. Ее я и собираюсь посмотреть. Сейчас я на этом маленьком кораблике с этими туристами отправлюсь по каналу. Говорят, здесь можно отличить семь оттенков голубого цвета воды. Стоит моя экскурсия 13 долларов. Безопасность прежде всего. А то я себя на этом кораблике чувствую как-то небезопасно. Конечно, вода здесь по колену. А вдруг я упаду лицом вниз? Это же получается вот посюда. Ну вот я и на территории Белиза. Ну что ж, полетели любоваться красотами. Мезоамериканский барьерный рифм. Это удивительное творение природы. Это цепь кораллов длиною, вот только представьте, более 900 километров. Это самый крупный барьерный риф в Атлантическом океане. Кораллы, образовавшие риф, местами возвышаются над водой, создавая удивительные узоры и разукрашивая водную гладь. Цвет воды такой, что не передать никаким фильтрам, никакой краской. Такие переливы синий, лазурный, бирюзовый, голубой, все вместе. Такие сочетания из-за того, что перепады глубины, тут целая палитра синих оттенков. Очень, мне очень нравится. Вообще нет ни одного драгоценного камня, который можно сравнить с такой красотой природы. Раньше я это все видела на открытках, мне казалось, что такой яркий цвет это из-за какой-то там компьютерной графики, что там накручивают оттенок, но нет, это действительно выглядит космически. А моя лагуна выглядит не менее потрясающе. Это огромный пресный водоем с бирюзовой, чистой, как слеза водой. Лагуна Бакалар когда-то была главной водной артерией у проживавших здесь племен майя. Она служила и источником питьевой воды, и важным торговым сообщением с Атлантическим океаном. Кроме этого, у лагуны Бакалар есть еще несколько интересностей. Смотрите, вот это вот внизу находится строматолиты. Это останки колонии вот таких маленьких бактерий. После смерти они спрессовываются и становятся похожими на камни. Вот этим строматолитам, например, более трех миллиардов лет. Интересность вторая. Остров Фламинго. По идее, вы думали, что здесь будет много птиц, но здесь нет птиц. Они здесь есть с марта по апрель, по ночам тусуются, несутся, строят гнезда. А так их в остальное время нет, потому что им нечего здесь питаться. Еще 20 минут по лагуне и попадаешь на третью интересность. Это мы приплыли в черный сенот. Так здесь называют заполненные водой пещеры, у которых обвалилась крыша. Видите, какой перепад воды по цвету? А все знаете почему? А все потому, что здесь глубина где-то метра полтора, а вот здесь сто. Майя верили, что сеноты – это врата в царство мертвых. И часто проводили здесь жертвоприношения. Смотри, вот-вот-вот, прямо видно. Чух, обрыв такой. Как будто на балконе стою. Ого, реально сто метров. Ну, на глаз где-то. А мы продолжаем наш репортаж тричьего полета. И вот секунды на секунды мы увидим главную достопримечательность Blue Hall – голубую дыру. Это впервые в передаче «Орел и решка». Прям волнительно. Вот! Как это красиво! Прям такой ровный кружочек. Великая голубая дыра – огромная впадина посреди лазурных вод, окольцованная коралловым рифом. Ее диаметр – 300 метров, а глубина – 125. Это как сорокаэтажный небоскреб под водой. Как будто бы такой огромный синий глаз смотрит на тебя снизу. Откуда же у впадины такая идеальная круглая форма? Одни думают, что дыра образовалась после падения метеорита. Другие, что все это проделки НЛО. А ученые настаивают, что голубая дыра – это сенот времен ледникового периода, который заполнили океанские воды. Как бы там ни было, голубая дыра – уникальнейшее место нашей планеты, которое входит в десятку красот, обязательных к посещению. Теперь вы понимаете, зачем я приехала в Белиз. И знаете что? Теперь вы тоже сюда приедете! Заряжаю вас на поездку на самое крутое путешествие! Официально заявляю, что это самый красивый полет за все выпуски морского сезона. Это правда. Да, Тём? Финальная точка моей экскурсии по лагуне – мелководная бухта, куда привозят туристов поплескаться на мелководье в чистой бирюзовой воде. Это молодая супружеская пара выгуливает лодку. Почему лодка на поводке? Потому что она балована и она бежит и другим лодкам мотор нюхает. Ну раз уж меня сюда привезли – искупнусь и я. Ребят, ну вы сейчас смотрите и ждете, что что-то будет прям вау. Не будет ничего вау. Это релакс, это отдых. Я могу здесь ходить 40 минут. Вы что, будете все это наблюдать? Будь на голубой дыре и просто увидеть ее сверху – еще больше грех, чем вообще ее не увидеть. Поэтому я арендовала катер и погнала в самый ее центр. Ну все, я готова в дыру. Жизни на дне голубой дыры нет. Там слишком мало света и кислорода. Все живое сосредоточилось на рифе. Здесь компактно уместились более 70 видов кораллов разнообразных цветов и форм. Снорклить к которым – одно удовольствие. Вода теплая. Видимость идеальная. А физаж – загляденье. Как будто живая заставка на рабочий стол. Во время отдыха между съемками «Решки» Алина постоянно постит в инстаграм фотографии, где она делает педикюр. Я решил обойти ее на пару шагов вперед и делать педикюр прямо на съемках. Я пришел в еще один сенот, фишка которого не легенды и древние обитатели, а вот такие маленькие рыбки под названием гора Руфа. Они питаются планктоном, но когда еды рядом нет, гора Руфа соскребают отмерзшую кожу других животных водоема. Именно эти рыбки плавают в аквариумах наших салонов красоты. А здесь они живут в природных условиях. Итак, кабинет педикюра. А вот, собственно, из… ой! Я не заметил, что здесь уже вода. Ну и второй смочу тогда для симметрии. Ну что, дорогие друзья, начинайте процедуру. Они не подплывают к моим ногам. Типа рыба есть, по сути мастер находится в кабинете, но ходит вокруг да около. Не знаю, хоть бы кофе предложили. Кстати, вот здесь у них есть ресторан. И я бы в этом ресторане рыбу не заказывал. Наверняка у них там рыба фаршированная грибками. Мой вывод. Мне кажется, в связи с тем, что это самое посещаемое место в сеноте, видите, ограждено, здесь все купаются. Здесь рыбы сытые, поэтому они могут себе позволить не бросаться на первую попавшуюся подошву. Мне кажется, это безобразие надо заканчивать. Не то, чтобы мне в принципе нужен был сейчас срочно педикюр. Я просто хотел увидеть, как рыба ест мои ноги. Вернувшись обратно в Мексику, я отправилась селиться. И не куда-то, а в один из лучших отелей на береге Майя. Пятизвездочный Мия Бакалар. Ой, велкам дринк. Ола. Не-не-не, прайс это вообще не важно. У меня золотая карта есть, поэтому все хорошо. Отель Мия Бакалар состоит из десятка уединенных вилл. Они расположены в джунглях, но своим видом не нарушают природную картинку. Каждый домик органично вписывается в общий пейзаж. Еще и потому, что выполнен из экологически чистых материалов. Очень необычные домики. Поэтому, поселившись здесь, ты вроде как из природы в полной гармонии, но и от пятизвездочного комфорта не отказываешься. Ой, какой милый номер. Очень приятный. Совершенно небольшой, но при этом все супер стильно. Мексиканский арт-деко. Арт-деко – это когда дорогие качественные материалы, но в совершенно простой подаче. И украшено это все не позолотой да канделябрами, а натуральными аутентичными деталями. Коряга. Мне такое очень нравится. Вот видимо тоже какой-то хедмейт мексиканский. Какая-нибудь бабуля миг делала, теперь висит здесь. И панорамные окна. Очень хороши. Здорово. Опа. Мне нравятся такие местечки. Они такие с душой. Знаете, а не только богачи могут жить в эко-комфорте. Я со ста баксами тоже смогу. Ну, только не в пятизвездочном отеле, а в беззвездочном хостеле. Здравствуйте. Я хочу у вас поселиться. Хорошо. Ваше имя? Николай. Ну смотри, у нас разные комнаты и разные цены. Мне самый дешевый. Ну давай, я тебе покажу. Спасибо. Ну вот смотри, это комната для четверых. Одна кровать уже занята, так что можешь выбрать из этих трех. Сначала может показаться, что хостел больше похож на заброшку, в которой ночуют бездомные. Но оказалось, в этом и есть его особенность. Не пугайся. На самом деле у нас есть все самое необходимое. Но при этом мы сохраняем простоту и минимализм, как это делали наши предки. Мы используем только биоразлагаемые материалы, вторсырье, не пользуемся пластиком и химией. Так мы стараемся сохранить ресурсы планеты и хоть как-то ей помочь. Несмотря на то, что хостел выглядит чересчур простяцким, многие туристы, которые ценят природу и местную аутентичность, выбирают именно его. Спасибо большое, классное место. Пойду вещи разложу. Друзья, спать ложусь я рано, чтобы проснуться тоже рано. Спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, как мне нравится утром проснуться, а тут скатерть самобранка уже вот так оп и все организовала. Завтрак в моем отеле выглядит так. Свежие ягоды на двойной подушке из фруктового желе йогурта, приправленные жареными орехами и сушеными овсяными хлопьями. Красота. На самом деле ничего необычного, просто так красиво это все подали. Ничего необычного это у меня. Типичный мексиканский завтрак. Ну что, друзья, доброе мексиканское утро. Тём, меня кусают. Тём, у тебя есть что-то от комаров? Таких громил? Да ну. Тём, у тебя есть что-то от комаров? Таких громил? Да ну. Да, ребят, не сиделась у меня в отеле, захотелось пощекотать нервишки, да приключений захотелось просто. Идем через джунгли в какую-то необычную пещеру, где живут змеи. Звучит уже, да? Очень. Но главное это дойти живой, потому что меня уже начинают съедать комары, а не змеи. Идем. Пещера висячих змей считается одной из самых жутких в мире и добираться к ней нужно пешком. 20 минут сквозь местные джунгли. Если бы мне не повезло с монеткой, вот все вот так бы и выглядело. Я иду через какие-то джунгли, каким-то змеем. Но так как в этот раз у меня золотая карта, пора встретиться с личным персональным гидом. Мой доктор неотложной помощи. И змейлов. Но прежде чем двигаться дальше, нужно надеть защитную маску от бактерий и перчатки для безопасности. Да, и вот теперь начинается самое интересное. Перед входом в пещеру тебя встречает целый рой летучих мышей. Ой, посмотри-посмотри, они прям вот так перед лицом у меня. Ой, посмотри! Ты видишь? Я думала, там будут висеть мышки вот так вот. Они летают! Да, как бабочки. Это просто бабочки. Большие бабочки. Как-то так все резко случилось, потемнело, вылетели летучие мыши и мы заходим в пещеру. А я продолжаю знакомиться с берегом Майя. На этот раз я отправился в небольшую деревушку Махахуаль. Махахуаль – крохотный и спокойный мексиканский уголок. Излюбленное место отдыха американских и мексиканских пенсионеров. А все благодаря уютному и комфортному пляжу с чистой и тихой водой. Друзья, в эфире наша постоянная рубрика «Инспектор пляж». И сегодня будет нестандартный выпуск, потому что мы выбираем сейчас пляж не для вашего отдыха, а для отдыха вашей бабушки. Ну что ж, итак, первый критерий – это удобство. С удобствами здесь все хорошо. Посмотрите, деревья, посадка деревьев такая, что дерево находится, крайнее дерево находится очень близко к воде. Следовательно, бабушка, опираясь на бревнышки, на деревечки, может спокойно дойти и поплавать. На заметочку. Двигаемся дальше. Важный критерий номер два – близость расположения аптек. Смотрите, раз, два, там три. Все рядом, все удобно, не беспокойтесь. Бабушка будет в безопасности. Ну и плавно переходим к нашим стандартным рубрикам, уже полюбившимся вам, вы нам часто пишите письма по поводу них. Итак, инфраструктура. Инфраструктура здесь настолько хорошо развита, что уже заняла весь пляж, еще чуть-чуть и в море залезет. Контингент. Контингент заслуженный. Это люди, которые заслужили этот отдых. Они всю жизнь работали для того, чтобы сейчас наслаждаться. Качество песка. Вы знаете, песок здешний – это сокровище. Для того, чтобы его найти, нужно долго рыть. Итак, следующий критерий – прозрачность воды. Вы знаете, вода здесь настолько прозрачная, что ты заходишь в воду и не понимаешь, ты уже зашел или еще нет. В общем, что я могу сказать. Пляж Махахуаль точно понравится и вам, и вашей бабушке. Но вот только песочек подкачал. О, мой бог! Их там еще больше! Я никогда в жизни не видела такого количества летучих мышек. Как их много! Говорят, в этих диких глухих скалах живет 540 тысяч рукокрылых. Они летают, врезаются в меня и летят дальше. Я такого не видела нигде. Но это еще цветочки. Дальше, чтобы попасть в самое сердце пещеры… Нужно там протиснуться сквозь узкие скалы. В какой-то момент тебя начинает одолевать паника. Просто я думала, что пещера будет побольше. У меня сердце просто вот так… Идем со мной. Чувствую себя непрошенным гостем. Потому что это чей-то домик, а я пришла без звонка. И вот, пробравшись вглубь пещеры, становится понятно, почему ее называют одной из самых жутких в мире. Местные скалы кишат змеями. Желто-красными крысиными змеями. Этот вид приспособился жить в щелях и трещинах. Но когда нужно, они выползают на охоту, гроздьями свисая с потолка. У меня прям мордочка здесь. Ой, я надеюсь, она уже поела. Питаются крысиные змеи летучими мышами. Поэтому эта пещера для них идеальное место. Это мой самый близкий контакт со змеей за всю жизнь. Главное развлечение на Махахуальском пляже – это ныряние с маской и трубкой. Конечно, можно сделать это и с берега. Но деньги у меня остались, так что позволю арендовать себе лодку и отправлюсь на ближайший риф. Темп в темпоритме моего приключения на этот уикенд. Еле-еле мотор двигается. Не спеша, медленно, так, чтобы не дай бог резким движением не нарушить мой покой. Ну вот, 20 минут от берега и можно погружаться. Хотя не то, чтобы погружаться, скорее окунуться. Ведь глубина местного рифа плюс-минус 2 метра. Поэтому вот так, с комфортом, никому не мешая, плаваешь и разглядываешь местный подводный мир. Тут сплетничает стайка луцианов. Вот неспешно прогуливаются желтополосые ронки. А здесь, как коровы на лужайке, пасутся зеленые черепахи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это самое безопасное ныряние с морской трубкой за все морские сезоны. Просто я не понимаю, зачем здесь спасательный круг, если вот так я стою. Кроме летучих мышей и свисающих змей, в этой пещере есть еще одна интересность – подземное озеро. Если бы не ребята, мне кажется, я бы шагнула прямо в воду. Вода кристально чистая, как слеза. И вообще непонятно, где начинается. Вот я так смотрю, как будто бы просто это продолжение пещеры. Только благодаря тому, что отражаются блики наших фонариков, понимаешь, что это вода. А так, ну, очень прозрачная. В этом озере живут уникальные существа. Мокрицы альбиноса. Раки альбиноса. И даже рыбы альбиноса. Оказавшись запертыми в пещере более двухсот миллионов лет назад, эти бедняги приспособились к жизни без света. Но потеряли зрение и свой окрас. Как это не печально, но даже такие приятные экскурсии когда-нибудь заканчиваются. Хорошо, ребят? В какую сторону дом? Туда? Ух! К обеду второго дня я вернулся в Читумаль, чтобы пообедать. И ничем иным, как местным деликатесом. Оладушками с акульим мясом. Или по-местному панкейк де казон. Я хочу панк де казон. Пахнет перцем. Наверняка будет остро. Надеюсь, острота этого блюда будет не больше, нежели острота клыков акулы. Ну что же, приступим? Я начну с начинки, потому что, мне кажется, это самое необычное в этом панкейке. Какой же на вкус акульи мяса? Мясо акулы очень мягкое. По волокнистости, наверное, по своей структуре напоминает мясо тунца. Но только какое-то есть не очень приятное послевкусие. Я считаю, что убивать акул ради мяса – это нерационально. Друзья, на самом деле, ради этого панкейка ни одна акула не пострадала. Максимум четверть акулы. Закончить свой отдых на береге Майя я решил чашечкой кофе в местной кафешке. За чашечку кофе сюда пускают насладиться видом и местной архитектурой. Мы можем это так называть. Деревянный постмодернизм. Качели, посмотрите, какие качели. Пусть пасмурно, но зато приятный такой бриз. Сидишь на берегу, волны хлещат деревянный плод. Пьешь кофе. Птички поют. Прекрасно. Здесь можно ловить кайф. Музыка. Меня так впечатлил Белиз, что я решила спрятать заветную бутылочку именно здесь, для самых любопытных. Потому что сюда стоит приехать. Стоит это, конечно, не сто долларов, но если вы сюда все-таки доберетесь, то это будет такой приятный бонус. За бутылкой, а за одной бомбическими красотами рифов отправляйтесь в страну Белиз. На его острове Кей-Колкер по дороге к пляжу Асунсьон в старой лодке вас ждет бутылка от Орла и Решки. Не хватает ярких красок? Добро пожаловать на берег Майя. Здесь можно выйти за рамки и попробовать что-то новое. Это впервые в передаче «Орел и Решка». Можно расслабиться и просто кайфовать. Я просто хотел видеть, как рыба ест мои ноги. А можно приехать и получить целый ворох эмоций и впечатлений. Мне очень нравится. Колонизаторы полегче. О мой бог. Николай. Звучит уже, да? Что-то будет прям вау. Сердце просто… Не беспокойтесь, бабушка будет в безопасности. Класс. Здесь можно ловить кайф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Коль, привет. Привет. Ой, так соскучился? Нет, просто так темлеет. Что реально холодно здесь ночью. Как твои дни? Мои дни просто потрясающие. Мне очень понравилось. Было и интересно, и красиво. И столько всего я успела сделать, казалось бы, всего пару дней. А как у тебя тут все прошло? Мой отдых был похож, знаешь, по уровню экшена и динамики на документальный фильм о коалах. А я видела сотни бэтменов. Это нехорошо, Алина. Потому что, когда супергероев много, им некогда заниматься населением, они воюют друг с другом. Поэтому я вернулась к одному супергерою. Пока, ребят. Ну расскажи, правда, что у тебя было здесь интересное? Да ничего не было интересного. Ну как это ничего? А, Гоха Молли ел. Но это не снимали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова